У природы, хотя и нет плохой погоды, но с последствиями ливней барнаульцам живется не сладко. Пешеходы с трудом переходят зебру, машины плывут. Правда, есть и те, кому такая погода по душе. В один из дождливых дней в Барнауле кто-то устроил большую стирку прямо на дороге. Штаны полоскают труса. А вот пострадать сегодня с утра пришлось тем, кто живет не в центре. По традиции затопило улицу Попова, Павловский тракт, некоторые участки на проспекте строителей. Я в большой дождь не попала, но я приехала на общественном транспорте. В центре еще терпимо. Я дошла спокойно на работу. Мы ехали, вот столько воды было на Попово, не доезжая от Павловского тракта. От Семенова мы ехали, там мужчины загоняли, нападали, помогали. Очевидно, дождевые канализации с таким объемом воды не справляются. К слову, в мэрии сообщают, что город снабжен ливневками только на треть. Да и те были построены более полувека назад. Говорят, над решением проблемы думают, причем не только чиновники. Пропускная способность, я думаю, не соответствует осадкам и тому подобное. Что еще, может быть, необходимо эту ливневую канализацию прочищать периодически. То есть она заиливается от мусора. Болевые точки у нас это Попово-Павловский тракт. В этом году мы планируем выполнить мероприятие. Уже подана заявка на проведение аукциона по прочистке этого проблемного участка. К слову, именно индустриальный район острее всего нуждается в ливневках. Земля, что естественным образом раньше впитывала влагу, осталась под асфальтом и новостройками. Поэтому теперь основное строительство дождевых канализаций сосредоточено в этом районе. О реконструкции ливневок в центре, увеличении их диаметра и тем самым избавлении горожан от луж, пока заверили нас в мэрии, речь и вовсе не идет. А впереди еще несколько дней июльских ливней. По крайней мере, так говорят синоптики. Стабильно солнечная погода станет лишь к выходным. Поэтому пока что придется запастись терпением и ходить под зонтом. Анна Рашагирова, Алексей Фризин. День с толком.